Проблемы развития государственно-частного партнерства в регионе обсудили на Совете предпринимателей. Во время пандемии актуальной стала тема частной взаимодействия, частной государственной медицины. И у власти, и у бизнеса накопилось много вопросов друг к другу по этому поводу. Тему продолжит Наталья Приходько. Если в муниципальной поликлинике нет оборудования или отсутствует узкий специалист, пациент зачастую обращается в платную клинику. Сегодня, например, актуальна компьютерная томография. Это исследование необходимо при подозрении на коронавирус. При этом получить финансирование таких исследований от ФМС бизнесу трудно. Одна из территориальных учреждений здравоохранения имела этот лимит, но не имела СКТ. Такое бывает. Но сломалось, и им должно прийти новое. И никто не распределил их нам, хотя мы просили. Они держали их у себя до конца, пока жареный петух не клюнул, и наконец нам их не отдали. С подобной проблемой столкнулись и специалисты в сфере дородовой диагностики. У пациенток нет права выбора, в какой клинике делать УЗИ. Только государственное. Врач, который провел ультразвуковое исследование в государственной клинике, даже если он является врачом-экспертом и работает по совместительству в частной клинике, его заключение врач не может принять, так как считается, что частная клиника не может проводить данное исследование. Претензии бизнеса на совете предпринимателей выслушал новый министр здравоохранения Хабаровского края. Евгений Никонов после вступления в должность знакомится с медицинскими учреждениями в регионе. По его словам, частная медицина ориентирована на прибыль, а перед Минздравом стоят серьезные вопросы. Медицина в крае, особенно в районах, в запущенном состоянии. Ну вот руку поднимите, кто в ЦРБ откроет сейчас кабинет свой. В Ульчском районе или в Полино-Осипенко. У нас главная задача – это обеспечение доступной первичной медико-санитарной помощи. Она, к сожалению, демонтирована. И сейчас мы спешно пытаемся это восстанавливать. Мы хотели бы сообщить с бизнесом эти вопросы решать. Эта встреча нового министра с медицинским бизнес-сообществом была первой. Стороны согласились, что в крае давно пора наладить взаимодействие частной и государственной медицины и их конкуренцию.